Привет, народ! Сразу говорю, я не читал оригинальный цикл из книг Стивена Кинга, ибо не было времени, всё как-то руки не доходили, всё-таки объёмные истории и нужно много времени, но что-то вдруг захотелось познакомиться с оригиналом и думаю, наверстаю упущенное. Другое дело фильм, который не тратит много сил и смотрится на расслабоне, поэтому, чё бы не сходить, не оценить и узнать, что же сделали мастодонты Голливуда в этот раз. Так вот, ничего хорошего. И это я ещё книгу не читал, а фильм вызвал у меня просто негативные эмоции. Представляю, каково там будет книжником, ведь некоторые друзья спросили у меня про сюжет и его закоулки, и узнав их, пришли просто в ужас. От того, насколько это неканонично и глупо. Но давайте я попробую разобраться, что же к чему. Так вот, у нас есть сюжет, который привлекает ровно первые пять минут фильма, и всё. Дальше начинается солянка клише, тупых диалогов, ненужных сцен, сценарных косяков и так далее. И так весь фильм. Вы представляете? Я это промолчу про то, что сам стрелок появляется только спустя 30 минут после начала фильма, а сам фильм идёт всего лишь час 35, но это с учётом титров, поэтому ещё меньше выйдет. Ой, не промолчал. Сама история банальная, да нельзя. Такое мы видели тысячи раз, и чего-то нового, уникального в этой шаблонной истории, как обычно делают такие фильмы, чтобы стать чуть-чуть лучше, я не увидел. Концовка это вообще полный позор со сценарной стороны, ибо настолько предсказуемо сделать, ты ещё и без твиста, без клиффхенгера, это, конечно, нам да. С сюжетом, я надеюсь, вы поняли, что он плохой, но обычно должен спасать экшен, экшен-составляющая и визуальный план. Но вот и главная проблема фильма. Здесь нет ни красивой картинки, ни красивых пейзажей, ни разных разноплановых показов мира стрелка, этого ничего нету, ибо они показаны либо вообще очень плохо, либо максимально уныло, хотя и были замахи на что-то такое грандиозное. Но вот с экшеном вообще отдельная беда. Он просто никакой, а откровенно никакой, неинтересный, не использующий крутые фишки, ракурсы, приёмы и так далее. Он даже не динамичен. Стрелок просто стреляет, маконахи машут руками, а монстрики просто бегают и прыгают. Это всё. Это максимально уныло, да ещё и показано иногда отвратительно. Но самый прикол, что экшена здесь, ну на 15 минут максимум, а всё остальное это болтовня ни о чём, хождение, пафосные речи и так далее. Кстати, графон здесь тоже не ахти, хотя его и вроде было не так много. Сами актёры, Идрис Эльба и Мэттью Маконахи, отыгрывают свои роли, ну, неплохо. Но дело в том, что если Стрелка ещё хоть как-то пытаются раскрыть, то Человек в чёрном это просто типичное тупое зло, которое хочет править миром. Хотя в циклах книг, насколько мне рассказывали, всё было абсолютно не так. Кэтрин Уинник был очень мало, а актёр, игравший Джейка Чемберса, того пацана-школьника из трейлера, это просто ещё отдельный минус. Он мало того, что играть реально не умеет и раздражает весь фильм, так ещё и его персонажи, да нельзя клишированный мальчик. Сколько раз я уже сказал, да нельзя клишированный. Которому никто не верит, и все думают, что он псих. Ни разу не видели такое. Вау. Прикольно. И вот фильм идёт полтора часа, и даже полтора часа, это скука смертная. Надо было умудриться так сделать. Просто представьте, омерзительная восьмёрка Тарантино идёт три часа, и ни разу не скучная, динамичная, драйвовая, интересная в диалогах, и не только. А тут все полтора часа уныния. Просто говорю это, чтобы вы поняли, что хронометраж никогда не важен, и всё зависит от содержимого фильма, и как всё там конструируется. Единственное, что могу похвалить, так это саундтрек Junkie XL, который даже в таком безобразии смог выдать типичную и запоминающую тему, да и другие треки были всегда приятны на слух. В итоге мы имеем откровенно отвратительный клишированный сюжет с ужасным главным героем-пацаном, который тоже клиширован, да ещё и играет плохо, с унылишим экшеном, которого ужасно мало, а также со слитым главным злодеем, но которого хорошо отыгрывает Мэтью МакКонахи, а также Стрелка, которого тоже отлично отыгрывает Эдрис Альба, а также хороший саундтрек. Оценка 4 из 10, и больше поставить здесь просто не за что. С вами был я, Black's Infinity, делился своим мнением. Поделитесь своим, если вы сходили на фильмы, оставьте его в комментарии. Всем пока, берегите себя, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Смотрите только хорошие фильмы. Пока-два! Субтитры создавал DimaTorzok